Всем привет, я Сергей из Флориды, и я выдернул такую очень любопытную тему. Есть такая женщина, любопытный персонаж такой в России, Аня Федер Мессер. Я долго учил эту фамилию, я надеюсь, что я не ошибся. Федер Мессер. И чем она занимается? Она убивает людей. Вот такой у нее бизнес. Я думаю, что она очень хорошо зарабатывает на этом деле, но я хочу сказать, что она ничего плохого не делает. Людей она убивает, но она это делает с теми людьми, которые безнадежно больны, и они страдают, и так далее, и так далее. Они приходят к Ане, и Аня, не знаю, что с ними делает, наверное, не буду в это вдаваться. То же самое делается в США. Да, тоже есть вот эти себе хосписы. Я думаю, что это очень жирный бизнес, очень-очень жирный бизнес. Но это не совсем тема сегодняшняя моя. Это не то, о чем я хотел поговорить. А хотел я сказать, хоть это и соприкасается, хотел я сказать вот о чем. Я нашел фотографию ее матери. Мать ее была онкологом. Фамилия ее была Миллионщикова. И она занималась тем же самым, раскруткой того же самого бизнеса в России. И ничего плохого, повторюсь еще раз, ничего плохого в этом нет. Но знаете, что меня поразило, и за что я терпеть не могу врачей, и иногда в таких каких-то частных беседах я их обзываю нехорошими словами. И вот нашел я фотографию ее матери Миллионщиковой, и сидит женщина, онколог, врач-онколог, с сигаретой в руке и курит. Понимаете, не хочу конкретно об этой женщине говорить, но тупость некоторых врачей, это касается американских врачей, то же самое. Такие же дебилы, опс, извиняюсь, нехорошее слово для видео, не надо употреблять. То есть человек учился какое-то большое количество времени в институте, как лечить людей. И старается их как-то лечить, в меру своих умственных способностей. Но человек сам не в состоянии сам себя держать в здоровом состоянии. Ну как это, врач-онколог сидит, курит, вот, и загоняя себя же в гроб. То есть мать этой Ани умерла в возрасте 68 лет, предположительно от курения. Теперь по поводу Ани самой. Значит, я не знаю ее привычек, я не знаю, курит она или не курит. Единственное, что я знаю по ее фотографии, это то, что у нее лишних, наверное, килограммов, ну, скажем так, килограммов 15. При условии, что она женщина невысокого роста, 15 килограммов, это очень серьезный лишний вес. К чему ведет лишний вес? Лишний вес ведет к повышенному давлению, а повышенное давление ведет к инфарктам и инсультам. Аня, я думаю, что вы умная женщина. Вы, пожалуйста, часть энергии, которую вы направляете на развитие вот этого бизнеса своего смертельного. Направьте, пожалуйста, на свое собственное здоровье и займитесь правильным питанием, сходите в спортзал, похудейте, чтобы у вас не было давления. Потому что, судя по вашей фотографии, у вас уже есть повышенное давление, либо оно у вас будет, причем очень скоро, а дальше и инфаркты, инсульты и так далее. То есть, и вы знаете, в этом, наверное, умственный настрой 95% населения, как в России, так и в США. Никакой разницы нет. То есть, 5% населения стараются быть здоровыми, стараются как-то правильно питаться, стараются как-то заниматься физкультурой. А 95% полностью отключили мозг, по крайней мере, один из отделов этого мозга, так же, как Аня, забыл я фамилию, так же, как Аня и ее мать. То есть, мозг, та часть мозга, которая направлена на самосохранение, на заботу о своем собственном здоровье, вот эта часть мозга полностью отключена. Ребята, не нужно вам быть фаталистами и не настраивайтесь на попадание к Ане в хоспис. Во-первых, это дорогое удовольствие. Я смею вас заверить, что если вам туда придется попасть, то это вам стоит очень дорого. Гораздо дешевле изучить правила питания, начать заниматься физкультурой и займитесь каким-то, чем-то приятным, не знаю, катанием на велосипеде, игра в теннис, йога, скалолазание, например, там, недавно я тебе начал заниматься. Очень увлекательно. Анечка, попробуй скалолазание. Очень увлекает. И перестань выглядеть как смерть. Носишь это черное платье, ну, совсем депрессирует, наверное. Этот бизнес, наверное, тебя очень сильно депрессирует. И ты получаешь очень много негативной энергии от всего этого дела. Тебе нужен обязательно спортзал, правильное питание, физкультура, витамины и так далее. Смотри мои видео по здоровью. Пока. Всем удачи. Аня, тебе удачи тоже.